Санатории. В них не лечат острое состояние, а помогают поддержать и сохранить отличное состояние здоровья. Кроме того, санаторий – это лучший вариант для долечивания и восстановления после перенесенных тяжелых заболеваний, а также для снижения симптомов хронических болезней и профилактики их рецидивов. Сегодня мы расскажем о том, каким может быть санаторно-курортное лечение, какова его продолжительность и чем оно может быть наполнено. В студии у нас Людмила Борисова, директор санатория-профилактория «Железнодорожник». Людмила, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вообще, санаторий – это сразу такая ассоциация, что и отдых, и лечение, и прогулки, и, если не море, да, то вода, воздух, лес там, да, и много всего прочего. Вообще, вот санаторно-курортное лечение, какие основные у него, на что оно направлено? Вообще, лечение ли это или все-таки больше отдых? Хочется сказать, во-первых, о том, что недалеко от города Хабаровска в 30 минутах езды существует такой чудесный санаторий-профилакторий «Железнодорожник». И ошибочное заблуждение о том, что санатории предназначены для лечения различных заболеваний, профессиональных, сложных заболеваний. На сегодня санаторий-профилакторий «Железнодорожник» оказывает услуги по лечению, значит, оздоровительная база по бронхолегочным заболеваниям, сердечно-сосудистым и опорно-двигательного аппарата заболеваниям. Но и ввиду ритма жизни, занятости людей, экологической обстановки, стресса, огромного количества негативной информации, ограниченности по времени, мы оказываем услуги как по длительному санаторно-курортному лечению, так и по краткосрочному, такие как туры выходного дня. И не только лечение, например, но и просто оздоровление, расслабление, повышение иммунитета. Программы достаточно различные. Ну вот вы сказали, что есть даже по длительности пребывания разные. Вот, по-моему, традиционно санаторное лечение – это 21 день, да, санаторно-курортное. А чем вот будет отличаться, например, 21 день от 10? Ну я понимаю, что отличаться будет пребыванием, конечно же, но насколько вообще будет ли эффект от 2 дней, от 10 дней? И вообще какие могут быть другие программы? Самое главное – потребности, какие возникают, и, естественно, сроки, потому что ритм жизни сегодня оставляет желать лучшего. И что касается программы тур выходного дня, они рассчитаны, например, в пятницу вечером можно заехать, до воскресенья вечером отдохнуть. Программы различные – это и мужское здоровье, энергия жизни, расслабление, повышение иммунитета. То есть все направлено от того, с какими проблемами, скажем так, может столкнуться непосредственно человек. И грамотная лечебная база, грамотный подход высококвалифицированных специалистов направит и создаст программу непосредственно для достижения результата. Ну вот, насколько я знаю, санаторий и профилактория предполагают, что если человек туда приезжает, то это же все-таки такое медицинское учреждение, оздоровительное учреждение, то нужно там заполнять какую-то карту, нужно там сдавать анализы, готовиться там, посещать врача накануне. Это действительно так или вообще для чего это нужно? И возможны ли какие-то другие варианты? Да, для полноценного путевки санаторно-курортного от 7 до 21 дня, здесь также по времени, если у отдыхающего есть время, то, конечно, можно и увеличить это пребывание. Требуется санаторно-курортная карта, это несложно оформляется. Лечащий врач, терапевт составляют последним заболеванием. А если мы говорим о краткосрочных путевках, то достаточно флюорографии и выписки, либо карты непосредственно от лечащего врача, наша самая главная задача не навредить. Да, чтобы знать особенности этого человека, особенности пациента, вдруг у него там проблемы с давлением или проблемы с питанием, ну мало ли что, чтобы уже это учитывать, видимо, с этой целью это делать. А вот сами процедуры, их люди подбирают сами или все-таки вот есть прям программа, вот жестко вот так, жестко вот так? С учетом противопоказаний, с учетом обязательно цели, какого мы хотим по окончании путевки получить, какой результат, естественно, врачи назначают, рекомендуют программу оздоровления. И помимо этого, обязательных программ, которые нацелены на результат, у нас есть дополнительные программы лечения, которые широко достаточно используются. И кроме лечебной базы, у нас есть достойная база отдыха на территории, это беседки, где можно просто отдохнуть, пожарить шашлыки, подышать свежим воздухом, спортивные площадки, футбольные, баскетбольные, большой теннис, вид на амур, прогуляться и подышать свежим воздухом, лечебная физкультура, которая также будет направлена не только на оздоровление, но и расслабление, улучшение фигуры. А вообще санаторий работает круглый год или есть какие-то сезонные программы? Да, санаторий работает круглый год, да, и заезды, возможно, различные, мы подстраиваемся под любого нашего отдыхающего. Ну, наверняка у ваших посетителей, может быть, вот даже персонал, который работает, есть, может быть, какие-то там любимые фирменные процедуры, которые, ну, понятно, может быть, они не узконаправленные, они, правда, подходят ко всем. Вот, чтобы это было, например, вот, для оздоровления и расслабления, например. Гидромассажные ванны. Ну, вот, например, да, мы сейчас едем, да. Да, да, здесь минимум противопоказаний, и многие наши отдыхающие очень любят. Повышает иммунитет, идет оздоровление, релакс непосредственно. Также из водолечения, например, душ-шарко, циркулярный душ, баня с бассейном, кедровая бочка. Ну, здесь также все это зависит, индивидуальный подход каждому отдыхающему. Ну, я думаю, что нам осталось пригласить наших зрителей, если есть желание, или если, ну, вот, сейчас прямо появилось в ходе нашего разговора, у меня так прямо, вот, прямо сейчас, вот, разговаривая с вами, я думаю, как же, наверное, там здорово. То есть, с чего начать? Нужно идти к врачу и говорить о том, что я хочу поехать в санаторий, или нужно как-то связаться с вами и узнать, какие есть возможности? Да, нужно позвонить по телефону 911-499, узнать о наличии мест, потому что у нас достаточно хорошая наполняемость. Жители города не совсем знают о том, что существует такой санаторий, и ошибочно было заблуждение, что санаторий принадлежит холдингу, это так и есть, холдингу «Российские железные дороги», и изначально оказывал услуги для сотрудников жителей. Ну, такой более закрытый, что-то, да? Членов семьи, да, оздоровления, восстановления, реабилитационные периоды. А сейчас мы оказываем оздоровление также для жителей Хабаровска, гостей города. То есть можно быть не железнодорожником, но отдыхать и поправлять свое здоровье там. А, кстати, можно приехать всей семьей, или, может быть, есть какие-то детские программы? Мать и дитя в летний период, и также сейчас мамочкам, если нужно отдохнуть, воспользоваться процедурами, мы займем детей и различные воспитательные программы, также оздоровительные программы. То есть ограничений нет никаких, у нас индивидуальный подход идет к каждой семье, каждому отдыхающему. Ну что ж, адрес и телефон на ваших экранах. Дорогие друзья, обращайтесь, если вы заинтересовались. В студии у нас была Людмила Борисова, директор санатория-профилактория «Железнодорожник». На сегодня это все. Я благодарю всех, кто провел это время вместе с нами. Всего самого доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!